Молитва начинается всегда с тишины. Она не может начаться с дребезжания уны. В дребезжащем уне молитвы никогда не будут. Ум успокоиться должен. Поэтому иногда Капалбады Гасвами говорит, прежде чем начать считать гайды, надо сделать пранаяму, потому что он успокаивается. Суть в том, что с какой-то внутренней тишины нужно начать это. Понять, вот он ты, ты всегда был, ты всегда есть. Она поэтому говорит здесь, ты Пуруша, ты Ишвара, ты повелитель Прокритии. Ты находишься за пределами Прокритии. Аллакшем, ты незаметно находишься во всех живых существах. И ты, Антар и Бахир, ты вошел внутрь, и ты остался, например, я видела тебя извне, но при этом я видела, как ты вошел внутрь, в очрево, в Ухе. У тебя есть эти противоречивые качества. Ты тут. Ты у меня в сердце. И это первый урок. И дальше она очень важную вещь говорит. Следующий стих очень важный. Если мы это поймем, если мы поймем один следующий стих, мы уже очень много поймем в своей жизни. Что она хочет сказать по-настоящему этим стихом? Недоступная ограниченному восприятию чувства и неизменная безупречная сила, скрытые завесы, вводящие в заблуждение энергии. Ты невидим для глупых, так же, как остается неузнанным актер, переодетый для роли. Это очень важная ее молитва. И мы должны эту молитву к своей собственной жизни приложить. Она говорит, Кришна, я знаю, ты есть. Я знаю, ты в моем сердце. Я знаю, ты в сердце каждого живого существа. Моей тишины хватило для того, чтобы понять, Бог есть и Он рядом. Он недалеко, Он не на облаке сидит. Он тут. Это значит, что ты был всю мою жизнь со мной. Но при этом ты был скрыт от меня завесой Майи, я не понимала, каким образом ты действуешь, хотя ты приходил ко мне снова и снова и снова. Это ты приходил ко мне в самые критические моменты. Это ты устраивал все. как актер, переодетый в дорогу. И она говорит здесь, глупец, никогда не сможет понять этого и никогда не сможет понять, почему ты это делаешь. Почему ты это устроил? И весь фанатчик работает на то, чтобы объяснить нам, как мы должны прилагать это к своей жизни. А дает очень интересный пример. Слушайте, очень внимательно. он объясняет, что могла думать в это время царица Хунти. И нам нужно понять, что мы можем думать в этот момент. Потому что мы будем думать немножко по-другому, но суть того, что мы будем думать, будет та же самая. Слушайте, как он объясняет. Он говорит, царица Хунти, думай, Господи Боже мой. Только что произошло все это. Только что Ашватхама попытался убить пятерых ее сыновей. И в самый последний момент Кришна пришел, и Кришна нарушил свое обещание. Взялся за диск Сударшину, хотя обещал не браться за оружие, не защищать их. И тем не менее нарушил. Она думает, зачем же он это сделал? Почему? Но ведь он же в сердце Ашватхама тоже находится. Ну что ему стоило просто сказать, не делай это. Ашватхама бы не делал, правильно? Почему она это сделала? Непонятно. В результате он нарушил свой обет. Это ладно. Она не только это поменяет. Она не только это вспоминает. Она дальше вспоминает. Другие парадоксы, которые произошли во время битвы на Курупшетре, над которыми люди до сих пор ломают голову. Сейчас все смотрят Махабхараду. И многие задают какие-то вопросы. А почему? Почему? Кришна говорит в Бхагавадгите, до чего он приходит в этот мир? Парик Траная Садунам. Я прихожу, чтобы что? Защитить Саду. Правильно? Он сам объявляет об этом с самого начала. Парик Траная Садунам. Минаша, Траная Садунам. Кришна говорит, в результате этого на поле битвы Курупшетра он с особым удовольствием убивает кого? Бижму. Бижма, один из Махачан. Кришна говорит Арджуне. Вот значит так он объясняет Арджуне. Значит, убить его можно таким образом. Да, Арджуне? Сейчас. Мы поставим вначале Шикканди. Вот. И он поставит это, а потом его пас и все. Парик Траная Садунам. Я прихожу, чтобы защитить праведников. Кто в этом мире более праведный, чем Дижма? Что с ним Кришна делает? Пройти его. Пух. И все. Причем, ладно бы сам, а то еще руками его ученика любят. Гори Кришна. Гори Кришна, Гори Кришна, 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 Гори Кришна. Дальше, она идет дальше все эти мысли. Она, согласно Мишманатии, правой, такую, она дальше от этого говорит. Гори Кришна, говорит она. Я не могу понять, почему ты любил Абиманю. Хотя Субадра единственным сыном, который являлся Абиманю, твоя любимая сестра. Не просто любимая сестра, которую ты любишь, дороже, больше, своей собственной жизни, атистер, ты так ее любишь, и тем не менее, Абиманю, ее единственным сыном убитым. Троуподи, твоя подруга, ты убил пятерых ее сыновей. Тогда, когда битва была уже кончена, как можно это понять? Слушайте, это про нас с вами. Это не про не про крути, не про дроподи. Она говорит, оглядывая свою жизнь, я вижу, ты был там. Я знаю, ты за всем этим находишься. Я знаю, ты за всем находишься. Но при этом я не понимаю, почему ты действуешь так. И Бессонна Тихарова такую другую вещь объясняет, как она вспоминает актера, переодетого для роли. Она говорит, что невежественные люди, видя, как актер танцует на сцене, как он показывает какие-то жесты, как он делает что-то, они не понимают расы, которая стоит за этим. Кришна – актер. Его зовут Ната. Поэтому Трахини Суты пробудал в Нате его имя. Ната. Кришна – Ади Ната. Изначальный актер на сцене или изначальный танцор, он танцует весь этот мир, его танец. Но актер-то, невежественный человек, Муда, никогда не поймет расу, которую испытывает актер. Никогда не поймет ту расу, которую актер хочет нам дать, лично хочет нам дать расу. Но мы невежественный. У меня … Вот ее там. Че это мучедивка? У нас этого опыта нет. Тогда как вся наша жизнь может превратиться в опыт расы. И она хочет сказать этот момент, что из-за нашего невежества, из-за невежества моего, я не могу понять, что происходит со мной, я не могу радоваться тому, что происходит со мной, я не могу во всех этих событиях встречаться с тобой, узнавать тебя. Я наоборот, я сознательно не узнаю тебя, чтобы тебя защитить. Люди же, очень важный менталитет, очень важный ошибочный менталитет людей. Они же пытаются все время Бога, скажем так, неблагочестивые люди осуждают Бога, благочестивые люди пытаются Его оправдать. Ну это не он, у него не получилось, ну так бывает, но он не хотел, он хотел как лучше, получилось как всегда. Мы пытаемся защитить Бога, потому что мы не понимаем. И царица Кунтик говорит Муда, вы ничего не понимаете, и я ничего не понимаю. Непростые вещи, непростые уроки, и поэтому в следующем стихе она говорит причину, почему она не понимает, и почему мы не понимаем. Она про себя говорит, но мы должны это к себе отнести. Она говорит Тадхам, она говорит Катхампасеема хистрия. А как мы сможем это все понять, как мы все сможем это увидеть, мы женщины. Люди читают это и думают, ну да, шовинисты написали, мужчины шовинисты, мы женщины. Да нет, она про нас говорит. Она говорит, тебя через Бхакти-Йогу могут понять парамахамсы. Люди, у которых чистое сердце, они могут понять Бхакти-Йогу. Мы с вами Бхакти-Йогу не можем понять, потому что мы женщины. И это не зависит от формы нашей одежды. Мы женщины в доте и женщины в саре. Иногда, чтобы уже всем не обидно было, мы женщины в брюках. Потому что женщины это потрясающее определение, которое дает мне Джайдваджа Тирка. Я, к сожалению, не нашел точной ссылки. Мне читал это определение мой хороший знакомый, я рассказывал суреша Ачарья, ректор колледжа санскритского Буддыбина. Он читал этот отрывок из Симан Бхагаватин, где Джайдваджа Тирка комментирует Симан Бхагаватин говорит, женщины, когда Симан Бхагаватин осуждают женщин, Симан Бхагаватин не имеет никакого отношения к половым, вторичным и первичным половым признакам. Женщина это тот, кто привязан к этому миру. Осуждается не женщина, осуждается сам факт нашей слабости или привязанности к этому миру. Она здесь говорит об этом. Как нам женщинам нам слабым женщинам привязанным к всему понять тебя? Как нам понять бхакти-йогу? И дальше она начинает говорить как нам понять? Она вначале говорит не можем понять, а потом говорит как можно понять. И это следующий стих. Как можно понять несмотря на привязанности? Вы мне скажите, когда вам надоест, ладно? Вам не надоело еще? Нет! потому что может вы уже все и так знаете. Бхакти-йога начинается с чего? С чего начинается бхакти-йога? Танна магра она не бьет с повторением святого времени. И поэтому в следующем стихе она говорит, если я понял свою слабость, если я понял, что я ничего не понимаю, если я в состоянии шока, желая понять Кришну, тем не менее понимаю, что я ничего не понимаю. Но достаточно разумен для того, чтобы понять, что все-таки Бог есть, не просто отвергать его с порога, не просто притворяться, что его нет. Я недавно прочитал потрясающее стихотворение. Это современный поэт Дмитрий Быков. Жалко, я не взял с собой книжку, я бы вам сейчас его прочитал. Оно как раз об этом, но если не возражаете, я сегодня вечером вам его прочитаю. Потрясающее стихотворение Дмитрия Быкова. Оно никак не называется, но суть его в том, чтобы разрешить как раз эта самая вещь, в которой здесь старица Кунти бьется. Проблему зла в этом мире. На ученом языке эта проблема называется теодицея. И он говорит тем, кто не верит в Бога, все легко. Для них даже такого понятия нет теодицея. Они просто наслаждаются здесь. Он приводит пример. не будут рассказывать, он как пример. Тем, кто сомневается, тоже легко. Потому что когда им нужно, Бог есть, когда им не нужно, Бога нет. нет. Иначе говоря, когда что-то такое случается, ну ладно, ну нет и вот, так или иначе, им тоже легко. Три категории людей в этом мире есть. Тем, кто не верит Бога, легко. Тем, кто иногда верит, иногда не верит, легко. Тем, кто верит, постоянно им сложно. Потому что им нужно понять, откуда все это берется? Откуда все в этом мире берется? И он ломает голову. Она объясняет здесь, царица Кунти, Кунти Махарани объясняет здесь, как эту проблему мы можем разрешить на практическом уровне, не на теоретическом. Проблему зла. Как на практическом уровне? Хрисная вас убивает дэваки нам ганай чан нам дэго патумар го дэй нам дэм все начинается с того, что мы повторяем святое имя. Я не буду, мне хочется еще какие-то важные вещи сказать, я не буду подробно останавливаться на этом стихе, потрясающий стих. Потому что если мы поймем его, мы поймем как нужно повторять мантру святое имя. Но не в этом дело. Сейчас нас торопят его молитвы дальше. Она говорит, что после того, как я повторяю святое имя, следующим очень важным этапом является понимание того, что у Бога есть конкретные формы, мне нужно конкретно служить. чтобы не мало просто повторять святое имя. Что я должен делать что-то. И это служение рупи в форме Господа, в следующем стихе. Имя сначала, но потом следующее. Очень часто предные думают, что предные служения это способ избежать тяжелого труда. Ну, правда же, да? Правильно. Поэтому нас так не любят люди. Они говорят, вы бездельники все. И я должен Продолжение следует...